Железногорск пообещал краевым инвесторам налоговые льготы и ликвидацию административных барьеров. Об этом сообщает независимое информационное агентство. На днях железногорские власти провели встречу с предпринимателями, представителями краевого бизнес-инкубатора Кридби и Министерства экономики. На встрече руководители закрытой территории представили проекты развития городской среды. В частности, прозвучала идея строительства мусороперерабатывающего завода и усовершенствования мазутной котельной в Подгорном. Также железногорцы презентовали проекты индивидуальной застройки в микрорайонах и поселках ЗАТО, создание точек питания и мелкой торговли в парке, строительство крытого катка, корта и яхт-клуба. Все это может быть реализовано в ближайшие пять лет, отметили докладчики. Как сказал после встречи Вадим Медведев, сейчас в Министерстве экономики составляется перечень городов-края, которые получат статус «Территория опережающего развития». Символично, что Железногорск презентовал себя первым. Город уверенно задает тон инновационному развитию края, являясь его столицей. Красноярские бизнесмены выразили готовность вкладываться в развитие городской инфраструктуры, но при определенных условиях. В частности, предприниматели попросили сократить административные барьеры, упростить процедуру предоставления объектов в аренду и предоставить льготы по налогам и сборам. Железногорская администрация пообещала идти навстречу и рассматривать все предложения в индивидуальном порядке. Субтитры создавал DimaTorzok